Менее часа остается до старта больших переговоров в Сочи. Сегодня на Черноморском курорте пройдут два саммита СНГ и ЕАЭС. В них примет участие президент Беларуси. Повестка заседаний насыщена. Это вопросы углубления интеграции, общей торговли и таможенных процедур безопасности и поддержки семьи. С места событий Ольга Макей. Предстоящий саммит глав государства СНГ называют самым значимым событием Содружества в этом году. И дело не только в повестке переговоров, а она включает порядка 20 тем. Важнее то, что для лидеров это возможность встретиться и лично обсудить все самые острые вопросы. Борт номер один из Беларуси на Черноморском побережье приземлился накануне. В Сочи Александр Лукашенко с рабочим визитом. И судя по повестке, переговорный день будет насыщен. Одна из центральных тем – адаптация Содружества к новым реалиям. Это очевидно. Объединение должно развиваться, не стоять на месте. Конечно, будут говорить о сотрудничестве в экономике, гуманитарной, оборонной сферах. Как известно, 2017 в СНГ – год семьи. Поэтому одним из самых значимых документов предстоящего саммита называют совместное заявление глав государства поддержки Института семьи. Лидеры обсудят и конвенцию о сотрудничестве в исследовании космического пространства в мирных целях. Традиционно на таких встречах много вопросов из гуманитарного блока. СМИ уже приоткрывали тайну, что 2019 в Содружестве планируют объявить годом книги, а 2020 – годом 75-летия победы в Великой Отечественной. Но это в случае, если сегодня лидеры согласуют эти планы. Почву для переговоров на высшем уровне накануне готовили главы внешнеполитических ведомств СНГ. Здесь, в Сочи, прошел Совет министров иностранных дел. Как вы знаете, некоторое время назад главным государством были приняты соответствующие решения по адаптации СНГ к современным меняющимся условиям. Да, какие-то вещи делаются, но, к сожалению, иногда мы больше внимания уделяем каким-то организационно-техническим моментам. Поэтому мы призвали коллег заниматься реальным делом, больше внимания уделять экономической составляющей СНГ, что является абсолютным приоритетом для всех государств-участников. Ну а вторая половина сегодняшнего переговорного дня будет посвящена работе Евразийского экономического союза. В 2017-м взаимная торговля между странами оживилась после спада в прошлом году. Тем не менее, остается ряд проблем. Что мешает превратить ЕАЭС в союз равных и обсудят главы государств пятерки. Ольга Макея, Николай Рузавин, агентствователь новостей Сочи, Россия.